всем привет вы на канале индустриал тул и как видите в углу у меня надпись 40 вольт сегодня у нас будет на разборе аккумуляторный комби мотор makita ux 01 gz в такой вот длинной коробке здоровенной поставляется эта машинка выглядит вот так как на картинке написано здесь многофункциональный аккумуляторный привод для садовых насадок есть режим афт и режим реверса больше в принципе из такого интересного на коробке ничего не указано давайте открывать но я его покупал в комплекте не газет по акции я уже оттуда извлек это четверка аккумулятор и зарядка быстрая зарядка комплектация вот так идет аккумулятор лежал в коробке кстати они видимо раскомплектовывают инструмент я заказывал и для товарища такой же набор здесь у меня аккумулятор лежал в такой коробочке в том наборе аккумулятор просто так без коробки в пакете я просто думаю что такие комплектации так как здесь указано что сразу на коробке что это голая поэтому они уже сами в магазине где я покупал докладывают потому что увидите как инструкция помятая также они сюда закинули серфикат и инструкции на зарядке макулатуру мы сразу откладываем из основного здесь вот такой мешочек мы его чуть позже откроем и сам агрегат все коробку убираю потому что она нам больше не понадобится заходи на мою витрину в яндекс маркете здесь ты можешь получить скидку по промокоду а также выбрать свои любимые товары ссылка в описании это видео будет о том как правильно разобрать и как правильно собрать данный комби мотор она пригодится для тех кто будет самостоятельно ремонтировать будут указаны все артикулы всех запчастей как его смазывать как что закручивать как выпрессовывать все короче как вы любите давайте сразу вскроем что у нас в мешочке мешок можно купить отдельно артикул будет на экране ну и на все запчасти будут артикулы также также в описании будут ссылки на сам комби мотор где его купить на насадки различные на аксессуары постараюсь для вас максимально рассказать про этот инструмент вот такая плечевой ремень такой же точно плечевой ремень у меня был к триммеру на триммере я уже его не использую потому что я использую разгрузку далее здесь идет вот такой бублик крепится он видимо как то вот так к этому же бублику идет такая какая-то ручка короче нужно посчитать инструкцию чтобы понять как это собрать и в пакете на пакете написано go green то что они заботятся по природе здесь шестигранный ключик петельки вот такая и вот такая и два винта точнее был болтас шестигранной головкой ну и естественно ключик именно для них и предназначен мы это пока крепить не будем это все отложим в сторону потому что собирать мы его будем в конце видео сначала у нас идет видео с разборкой давайте поближе сначала его рассмотрим сделан аппарат в китае дата выпуска 22 год декабрь давайте включим вставляем аккумулятор нажимаем кнопку включения питания загорается индикатор первый режим странно полностью выключается полностью включается и переключается непонятная какая-то работа его я понял если какое-то продолжительное точнее непродолжительное время ничего не производить аппарат очень быстро отключается странно если честно очень странная работа это реверс короче ребята выступают за безопасность поэтому он так быстро отключается ну и здесь шпиндель у нас подсоединяем сюда различные насадки ослабляем хомут вставили заблок потом опять ослабили нажали наверное кнопочку потому что она да выйдет отсюда и таким образом меняются насадки 40 вольтовый комби мотор имеет мощность 1000 ватт а 36 вольтовый который на двух аккумуляторах 2 по 18 уже имеет мощность там по моему 800 ватт и 18 вольтовый по моему 600 если я не ошибаюсь ну будет прикреплена картинка к экрану на ней вы увидите мощность поэтому это получается получается самый прожорливый я думаю четверки он будет разряжать очень быстро следует это понимать и сделать для себя выбрать как бы компромисс либо взять лучше на двух аккумуляторах LXT либо на одном XGT также для более комфортной работы даже с 40 вольтовым аккумулятором можно работать с аккумуляторами на 18 вольт серии LXT если мы будем использовать его через рюкзак и также очень многие инструменты 40 вольтовые можно использовать с 18 вольтовыми инструментами благодаря вот этому рюкзаку и переходнику да кстати сразу не обратил внимание вот в этой ручечке сразу имеется винт крепится она вот так это сделано для того чтобы он сюда типа падал как я понимаю для начала откручиваем два самореза с фиксирующей головкой 5 на 20 вот они саморезы открутили и снимаем ограждение аккумулятора на ограждение аккумулятора находится крышка такая резиновая я думаю она потеряется очень быстро теперь нам необходимо открутить вот эту зеленую крышку для этого откручиваем 6 винтов 1 2 3 4 5 6 винты идут 4 на 18 вот так вы выглядят винты и снимаем верхнюю точнее правую крышку корпуса при заказе крышка по этому артикулу придет вам как правая часть так и левая на правой части уже установлен он также будет в комплекте при заказе вот этот резиновый пин и и также отдельно есть артикул вот этой наклейки далее откручиваем еще такие же 6 винтов и и один болт м5 на 20 винты болт шестигранной головкой можно открутить ключиком из комплекта болт и снимаем правую часть ручки далее снимаем запорный рычаг и вместе с ним снимается пружина сжатия затем снимаем рычаг переключения приподняв вот эту часть на рычаге переключения установлена торсионная пружина вот так она выглядит теперь снимаем в этой части д-образное кольцо и опору которую его удерживает кольцо и опора или опорное кольцо и быть почему-то в инструкции назвали далее нам необходимо открутить два болта м5 на 12 и м5 на 20 вот этот нижний он длиннее верхний будет покороче короткий и подлиннее и достаем трубу вала в комплекте все труба отсоединена здесь вот такой вал цельнометаллический далее если у вас установлен бублик снимаем этот самый бублик если же бублика у вас не было то разбираем дальше теперь откручиваем два болта м5 на 18 и м6 на 22 здесь разные головки поэтому нужны разные шестигранники первый болт и второй болт когда будем откручивать придерживаем здесь внизу гаечка вот она выпала гайка болт и гайка и после этого спокойно снимается вот эта вот часть соединитель я не знаю как его правильно назвать на английском языке называется joint ну и теперь отсюда вот выдвигается вал вал полностью цельнометаллический в смазке ну и давайте разберем дальше вот эту часть для начала открутим два самореза 4 на 16 в инструкции написано саморезы ну здесь как оказалось два винта с резьбой теперь снимаем крышку кнопки разблокировки и извлекаем саму кнопку разблокировки далее разбираем этот рычаг блокировки для этого нам необходимо снять стопорное кольцо видите как она зажимает просто губки вот эти между собой сняли стопорное кольцо далее извлекаем рычаг откручиваем гайку на гайке у нас по кольцо резиновое 11 и шайба и достаем болт все эта часть у нас разобрана вот так выглядит этот соединитель разберем вот эту часть просто стягиваем не знаю называется в инструкции распорка 24 такая резиновая она теперь откручиваем болт м5 на 25 снизу у него находится гайка вот так выглядит болт да гайка она сразу встроена в держатель трубы ну и стягиваем его на держателе трубы сверху надет демпфер резиновый его можно снять держатель трубы с гайкой и демпфер теперь отсоединяем трубу вала от самого вала так выглядит труба вала давайте заглянем внутрь не видно ничего смазка находится вот с этой стороны и на трубе вала есть предупреждающая наклейка вверх ногами показываю якобы читайте инструкцию на валу находится стопорное колечко чтобы было видно вот оно стопорное колечко ну и вот он сам вал цельный здесь вот зубчики теперь у нас осталась электрическая часть снимаем потихоньку аккуратненько все провода извлекаем выключатели всякие концевички тут контроллер конденсатор колодку клеммную и сам весь двигатель это все вытаскивается и у нас остается задняя часть крышки которую также рассоединяется на этой части крышки у нас надпись XGT на нее кстати есть отдельный артикул ну и на пин есть конечно же артикул а вот так выглядит вторая половина ручки внутри здесь вплавлена металлическая часть для под подвески ну а здесь можно отсоединить все элементы для каждого элемента сделан свой разъемчик чтобы вы при сборке ничего не перепутали отсоединяем блок переключения микрик вот такой далее отсоединяем цепь индикации в комплекте теперь отсоединяем панель управления в сборе и отсоединяем выключатель выключатель здесь от компании Amron вот с таким артикулом на нем написано 651 436 2 все прорезинено пыль и влага защищено далее отсоединяем контактную клемму сначала отсоединим клеммники контрольные проводов и теперь аккуратными движениями если вы смотрите мои ролики я неоднократно это говорю там есть язычок на который необходимо нажать и тогда клемма спокойно без усилий снимется вот сняли минус плюс и сняли плюс так выглядит клеммная колодка на 40 вольтовом инструменте и на ней также есть наклейка с серийным номером и датой производства и моделью инструмента тоже наклеечка имеет свой артикул теперь если вы хотите снять контроллер отсоединить его от двигателя здесь есть еще одна клеммка с контрольными проводами и также идут провода питания силовые они соединены наконечниками гильзами теперь вскрываем двигатель двигатель у нас вот так все в сборе все закрыто то есть получается в одном большом корпусе внутри есть еще один корпус корпус редуктора и корпус электрики двигателя для начала отсоединяем точнее откручиваем винт м4 на 6 который удерживает я не знаю там написано как-то земляная плата или земляной кабель вот такой маленький винтик и с помощью плоской отверточки сюда немножко провода нужно убрать подзагнуть и вот сюда она должна вот она выдвинулась заземление теперь откручиваем 4 самореза 5х20 и отсоединяем статор от редуктора вот такие саморезы открутили винты и отсоединяем ротор от статора вот вот так у нас движок выглядит и здесь статор у нас еще закрыт и мы можем сейчас извлечь ротор из редуктора просто потянув его на себя вот так посмотрите какая мощная шестерня теперь откручиваем саморез точнее два самореза 4х18х и извлекается пластина дефлектора и теперь можно спокойно извлечь статор из корпуса он либо свободно выйдет если же он у вас свободно не извлекается можно воспользоваться аккуратненько такими движениями такими движениями вот так выглядит статор контроллер и вот так выглядит корпус статора контроллер радиатор интересный контроллер идет вот с этой связкой проводов и здесь вот такие два фильтра помех один спереди а второй вот он на стартере переходим к редуктору откручиваем 4 винта 5 на 20 и снимаем кронштейн трубы у меня кронштейн снялся сразу вместе с шестерни внутри кронштейна трубы расположен такой резиновый штифт далее извлекаем ступицу шпинделя на которой установлены подшипник компании NSK 6101 и косозубая шестерня 31 а внутри у нас остался подшипник 6901 Таиланд NMB ну шестерню подшипник я снимать не буду распрессовывается это все просто вставится куда подкладывается и сюда давим прессом также вот так выглядит ротор ротор продается сразу в сборе вместе с подшипниками и шестерней нижний подшипник схл 607 верхний подшипник 608 шестерня также снимается и можно приобрести отдельно артикул на экране ну вот в принципе и все теперь давайте поговорим о некоторых деталях которые уже в них внесены какие-то изменения то есть поподробнее чуть-чуть остановимся на некоторых на панели управления вот эту наклейку можно заказать отдельно артикул на экране на дугообразной рукоятке внутри есть штифт тоже можно заказать отдельно вот этот соединитель имеет два артикула тоже и их бывают два вида всего как отличить старый от нового на старом вот здесь под видите и здесь Z7 написано на старой версии написан конкретно ее артикул полный на новой версии артикула нет плюс у новой версии вот этот ограничитель получается да он получается вот для этого скорее всего короче короче у старой версии этот ограничитель находится вот здесь и повернут в новой версии вот здесь это новая версия для земляной пластины тоже есть два артикула для чего сделано непонятно сама деталь не изменилась у нее просто поменяли название ну и заменили артикул то она называлась земляная плата теперь она просто земляная пластина или плата да кстати на коробке передач вот этой есть еще внутри резиновое колечко артикул на это колечко на экране и по поводу вот этих линейных фильтров вот этот линейный фильтр который идет статуру на старой версии его не было его добавили в связи с какими-то там ими стандартами ну а теперь собираем все обратно берем нижнюю часть корпуса редуктора смазывается у нас получается шестерня смазка FA номер 2 внутрь этого редуктора необходимо положить 6 грамм смазки этой и закрываем теперь совмещаем отверстие получается что по-другому его никак не закрутите только в одном положении также необходимо немножко смазать вот это резиновое колечко и закручиваем откладываем в сторону теперь собираем электрическую часть в наш корпус статора нужно вставить статор на место аккуратно сюда выводим провода совмещаем вот эти вот видите два ушка с отверстиями винтов ну и сами выходы проводов должны находиться вот в этом месте где они выходят совместили и закрываем теперь одеваем демпфер и закручиваем далее мы наш корпус устанавливаем на место ротор он он должен задний подшипник встать на свое место можно как указано в инструкции помочь кияночка резиновые теперь для удобства в инструкции также указано можно сюда поставить кольцо чтобы статор стоял ровно ну я не знаю у меня кольца нету подложу вот изоленту вообще кольцо вот под эту часть ну все равно вот видите стоит и устанавливаем корпус редуктора сначала сюда необходимо добавить также чуть-чуть смазки как мы видим здесь тоже по-другому мы никак не поставим винты совпадают отверстия винтов только в одном положении вот в этом совместили и вот так прижимаем все ротор установлен и закручиваем самое главное не перепутать саморезы чтобы не повредить резьбу которая уже нарезана этими саморезами в пластиковом корпусе необходимо сначала винт прокрутить назад и услышать когда он провалится вот видите провалился теперь можно закручивать тогда он пойдет по этой же самой резьбе и не будет нарезать новую это даже чувствуется то есть закручивается легко когда закрутили проверим вот так повращаем за крыльчатку вращается ли у нас двигатель ничего там не задевает то есть все крутится все нормально теперь берем пластину заземления вот эту убираем провода чтоб не мешали и вставляем закручиваем на маленький винтик куда я его только делал вот он закрутили теперь соединяем все электрические части которые мы отсоединили плюс с плюсом минус с минусом клеммники мы не перепутаем потому что они все разные поэтому думать и бояться тут не нужно сразу берем первый попавшийся который подходит сразу же его одеваем подсоединяем подсоединяем потому что других вариантов здесь не будет все продумано эта часть готова берем корпус левую левую совмещаем так это правая левая видите здесь есть пазики специальные чтобы они соединились видите оно все держится ставим на место двигатель контроллер и все электрические части начинаем соединение с двигателя вот я здесь уже допустил ошибку соединение видите запутались провода так делать не нужно поэтому берем и сюда выводим и теперь уже соединяем короче все должно быть подключено так чтобы не запутывалась соединение укладываем на место двигатель и контроллер конденсатор теперь клеммная колодка но эти все провода они лежат просто внутри вот вот эти наконечники нет никаких ни пазиков ничего а под эти провода вот в этом месте есть свобода так сказать чтобы их уложить получается вот примерно вот так переходим к передней части здесь сначала нам надо уложить вот этот переключатель с синеньким проводом первым делом укладываем его у него есть место специальное внутри 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 вот так видите там есть отверстие в самом выключателе и шип а на корпусе наоборот и вот так оно все соединяется а провода укладываются вот сюда вот вот так раз раз и здесь есть специальное место под вот клеммник все вот таким образом следующим мы укладываем вот эту часть включения выключения она укладывается тоже клемма сверху той же самой клеммы от первого выключателя вот видите потом вот так разворачивается и вставляется вот свои пазы вот так ну и естественно выравниваем следующим идет вот вот эта часть здесь тоже укладываем на свое место клеммник под него есть спереди место но эту часть загоняем сюда только сначала проводочки нужно вовнутрь все вставить все вставил смотрим чтобы провода нигде не пережимались ничем лежали свободно но и остается у нас так вот эти провода тоже все надо вот так уложили и остается последний сам выключатель он тоже здесь на свои места укладывается вот сюда переключатель точнее колодка клеммная а он вот таким образом вот так все уложили осталось только вот эта часть здесь тоже есть канал свой вот видите вот он так идет здесь поднимается чуть выше отдельно здесь труба будет проходить здесь пазик углубление и все и фильтр должен быть вот в этом месте и здесь вот естественно опустить это все ниже чтобы винтами не пережать готово далее собираем вот этот соединитель берем болт теперь шайба гайку закручиваем так чтобы этот паз под стопорной был сверху надеваем резиновое кольцо и теперь нам нужно правильно установить вот этот рычаг то есть чтобы он делал натяжку определенную а это целая здесь наука расписано по этому поводу короче есть у макиты специальная трубка типа проверочная ее номер модели этой трубки 1р 249 и диаметр этой трубки 24 миллиметра но так как у нас такой трубки нет ну и вас тем более она не нужна обычному человеку вот эта трубка тоже 24 миллиметра поэтому мы будем использовать ее либо можно использовать насадку вставляем здесь надо расслабить винт вставляем чуть-чуть подтягиваем вручную вот до упорчика без затяжки и теперь нужно нам одеть вот эту ручку так чтобы ну для начала просто в любое положение одеваем и максимально затягиваем насколько нам можно вот затянули она крепко держится нормально и по инструкции расстояние от если взять середину этой трубки визуально поделить между серединой трубки и концом вот этой ручки должно быть расстояние меньше 70 миллиметров вот здесь 70 миллиметров ну можно меньше можно больше но не больше 70 так вам будет образно говоря удобно вот ровно 70 и теперь можно зажать стопорное колечко это мы сделаем пассатижами теперь устанавливаем блокировочную кнопку кнопку и вот эту крышку сверху кстати ее мы наоборот не установим поэтому вы также эту кнопку наоборот не установите потому что здесь все сделано вот здесь есть шип ставится только в одном положении вот уперлась и закручиваем сюда два самореза вот таких с резьбой теперь собираем трубку на нее нам надо установить держатель трубы на которой давайте сначала наденем демпфер резиновый все демпфер оделся вставляем трубку и он ее нужно установить так чтобы расстояние было примерно вот такое уже не помню но где-то так оно и было четкого здесь расстояния нет но мы всегда можем это подвинуть под наш рост то есть это все регулируется потому что тут как раз винт который сюда закручен он подходит под шестигранник для того чтобы мы могли в любое время отрегулировать шестигранник я покажу в конце он имеет посадочное место то есть вы всегда будете носить с собой далее сюда одеваем вот эту резиновую часть которая почему-то называется распорка 24 теперь соберем вал так как мы вал вытаскивали вставляем его внутрь и в конце вот отсюда мы снимали стопорная колечко вот она сейчас вернем его обратно вот так ну и вставляем вал до конца так также туда смазочки необходимо добавить внутри она там лишней не будет немножко и устанавливаем вот эту часть вот сюда таким образом чтобы вот здесь есть два отверстия чтобы одно из отверстий совпало вон видите теперь берем болтики которые здесь находились короткий закручиваем вот сюда который с гаечкой подлиннее закручиваем сюда и теперь как раз мы можем собрать бублик и где это была часть от него вот она здесь есть гайка а вот в этой части сразу встроен винт соединяем и закручиваем теперь берем из комплекта которые шли в пакетике петельки и вот на этот резиновый демпфер они как раз и одеваются вот так раз два те что с гайками вниз без гаек сверху и сюда устанавливается наш бублик он должен установлен быть именно так потому что мы вот так под углом косим и вот так рукой будет более удобно держать сбоку если мы сделаем вот так будет не так удобно и закручиваем винты из комплекта кстати вот эти биты у меня видите удлиненная ручка это для японских шуруповерт ну и сами биты японские официальные биты которые идут для ремонта инструмента макита заказываются по макитовским артикулам поэтому на этом патроне они не держатся вот видите нужно либо сточить либо приобрести японский винтоверт теперь для удобной сборки нам сейчас нужно будет соединять эти части здесь вал нужно повернуть поэтому мы просто здесь ослабим винт точнее болт и спокойно можем крутить штангу повернули ее нужное положение и теперь нам удобно как бы и штанга поддерживается на этом бублике и в этом месте можно так соединять выровняли чтобы отверстия совпадали и вставляем в двигатель вставили до упора и увидели что отверстия он видите отверстия совпали совпали отверстия можно закручивать саморезы опять перепутал болты короткий болт вот сюда длинный вот сюда теперь берем рычаг выключателя и вставляем сюда пружину вот так теперь вставляем его на место вот так можно для удобства подложить ручку молотка чтобы не опускался корпус берем вот эту часть сюда возвращаем пружину на место и устанавливаем вот сюда вот так чтобы пружина стала вот здесь видите без этой без этого ограничителя вы просто не включите убираете ограничитель включается выключатель теперь можно закрыть крышку и закручиваем на 6 саморезов 6 саморезов закрутили и вот сюда закручиваем этот болт теперь устанавливаем крючок точнее кольцо под крюк крышку заднюю в нее пинутую вставим которые мы доставали и все закрываем посмотрели еще раз чтобы нигде не пережала провода здесь все нормально закрываем и так же закручиваем на 6 саморезов закрутили саморезы ставим вот эту защиту аккумулятора прикрутили защиту и вот эту вот резиночку вот сюда и теперь губличек можно повернуть как нам удобно ну и мы можем его регулировать там дальше ближе все будет зависеть от удобства работы это можно будет делать в любое время потому что вот оно это место куда вставляется ключик и он у вас не потеряется в принципе на этом все как вы видели конструкция не такая уж и сложная по поводу насадок что ну я просто ссылку на каталог ну и фотографии сейчас выставлю какие бывают насадки а там вы уже думаете сами покупать вам такое чудо или нет тест тест сам тест и обзор в работе будет чуть попозже ко мне сегодня приехала триммерная насадка сейчас поеду ее забирать на нее также мы сделаем разбор такой же а потом уже будем косить у меня как раз там травка выросла проверим давайте правильно я все собрал все работает поэтому подписывайтесь на мой канал ставьте лайки заходите по ссылкам мои соц сети всем пока 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 пока